Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Особственно, строительным предприятием Энергострой. Там долги погасят за счет продажи имущества. Торги состоятся в октябре. В этом году по фактам невыплаты зарплаты заведено 46 уголовных дел. Программа Экономика. Собственные доходы области выросли на 700 миллионов. По данным Минфина, за 8 месяцев их поступление составило 18 миллиардов 200 миллионов. В этой сумме 95% налоги. Их область получила на 664 миллиона больше, чем годом ранее. Как отмечают чиновники, сдерживающим фактором по темпам роста поступления собственных доходов к 2016 году является снижение поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты. Поскольку теперь вместо 88% региону остается 61. Область от этого потеряла 500 миллионов рублей. Объем неналоговых доходов областной казны вырос на 91 миллион или на 11%. В основном за счет роста платы за использование лесов примерно в два раза. Экономика. На 101 ФМ. Осужден организатор фиктивных юрлиц. Дело рассматривалось в особом порядке без рассмотрения доказательств, поскольку обвиняемый признал свою вину. Он должен будет заплатить 130 тысяч рублей штрафа за участие и организацию схем по созданию фирмы Дноневок. Мужчина занимался поиском подставных лиц, на которых можно открыть юрлицо, готовила документы для их регистрации. Зимой был осужден один из участников такой схемы. Гражданин, который предоставлял свой паспорт для того, чтобы до него записали шесть таких фирм. Наказанием для него стало 220 часов исправительных работ. Всего за год суд вынес два подобных приговора. Экономика. Завершение валюты. Доллар сегодня 58,13. Курс евро 69,77. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 ФМ.